Продолжаем выпуск. Администрация Сибирского государственного университета телекоммуникации и информатики решила ликвидировать свое структурное подразделение. Студенческо-конструкторское бюро, которое существовало десятки лет. В результате студенты могут остаться без учебных лабораторий, а специалисты без работы. Такого хаоса в студенческом конструкторском бюро не было никогда. Оборудование начали демонтировать, радиоэлектроприборы разбирать. Все это по приказу из ректората. Закрывать студенческое конструкторское бюро в то время, когда все руководство страны говорит об инновациях, о технологическом прорыве, о том, что надо готовить свои собственные кадры, а не приглашать их из-за границы, думаю, что это неверно. Валерий Дмитриев возглавляет конструкторское бюро уже больше 30 лет, а теперь освободить помещение нужно до 1 января 2017 года. Ну, например, вот эта вот малая золотая медаль, полученная на выставке «Сибирская ярмарка», вот она, золотая медаль за малую, за разработку робототехнических систем. То есть на этой выставке наши студенты, студенты, повторяю, подготовили и воспроизвели танец роботов. В студенческом конструкторском бюро изготавливали воздушную, надземную и подводную робототехнику. Направление доступное и интересное далеко не каждому человеку. Может, поэтому и желающих учиться было не так много – 15 студентов. Однако именно здесь заказывали оборудование подразделения МЧС, МВД и другие структуры. Наработками студентов конструкторского бюро восхищаются и гордятся многие. Вот, к примеру, представитель законодательного собрания Новосибирской области Иван Мороз. Благодарность. Подпись Владимира Городецкого, в должности еще мэра Новосибирска, директор инновационного центра Ростелеком, Ройнберг. Благодарности от коллектива студенческого совета, а также СИП, ГУТИ и еще много-много других университетов. Аплодировали, видимо, многие. Все, на чем пилят, режут, собирают и паяют студенты, стоит немалых денег. Станки изготавливали по специальному заказу бывшего руководства университета, рассказывает Виталий Ставничий, инженер-конструктор СКБ. Фрезерный, токарный, сверлильный, шлифовальный, электролобзи. Это все работает? Заточной. Это все работает. А куда это сейчас? Все повезут, когда закроют? Ну, это, наверное, уйдет на свалку. Вот это все на свалку? Не исключено. Факт ликвидации бюро подтверждает сам ректор СИП ГУТИ, Валерий Беленький. В самом меньшей степени я думал или предполагал, чтобы освободить это помещение с целью дальнейшего сдачи в аренду. Вот если так вы думаете... В аренду под что? Ну, хоть под что угодно. И под магазин в том числе? Ну, в том числе. Ректор ВУЗа говорит, в ближайшее время оборудование вывезут на склад. Что будет со станками дальше, пока вопрос. Кстати, в качестве аргумента Валерий Беленький заявил, что на базе университета есть другие специализированные лаборатории, которые по оснащению лучше ликвидированного СКБ. Сюда студенты могут приходить заниматься? Нет, конечно, как они могут? Это невозможно просто сюда попасть. Потому что необорудованные места. Для студента надо оборудование места. Техника безопасности должна быть. А для студента вы что? Ну, посмотрите, станки стоят. Для справки. Журналистам УТС показали токар на слесарный цех. Допуск к его оборудованию имеют только дипломированные специалисты. Тем временем студенты собирают вещи с учебных столов. Конечно, расстроены. Все мы расстроены от этого. Александр Курш, Алексей Баженов. Новости УТС.